Здравствуйте! Вы смотрите программу «Прокурор в теме» в студии Инна Румянцева. Одна из приоритетных государственных задач нашей страны – увеличение количества предпринимателей. При этом многочисленные проверки контролирующих органов, новые требования к ведению бизнеса часто становятся серьезными препонами. В осуществлении предпринимательской деятельности. Как защитить предпринимателей от необоснованных проверок и недобросовестных заказчиков? Почему представители малого бизнеса не спешат обращаться в прокуратуру в случае ущемления их прав? Какие меры способствуют недопущению сбоев при исполнении программ льготного кредитования бизнеса? На эти и другие вопросы сегодня ответит заместитель прокурора Ленинского района города Самары Денис Рец. Здравствуйте, Денис Александрович! Здравствуйте! Денис Александрович, действительно ли представители малого и среднего бизнеса сейчас находятся в таком положении, что нуждаются в оказании помощи и поддержки и защите своих прав? И от кого чаще всего приходится защищать предпринимателей? От недобросовестных партнеров, заказчиков, или все-таки от контролирующих органов? Да, действительно, поддержка предпринимателей в текущий момент, она действительно важна и нужна. Как правило, сложности возникают у предпринимателей по оплате за выполнение государственных и муниципальных контрактов, а именно образование задолженности, когда недостаточно полно оплачивается выполненная работа. И здесь роль прокуратуры, она действительно важна и нужна, поскольку при принятии мер прокурорского реагирования действительно снижается задолженность, она полностью, в принципе, погашается. А лица, виновные за совершение указанных, так скажем, правонарушений, подлежат ответственности. То есть, если я правильно поняла, главная проблема предпринимателя сегодня – это вот задолженности по контрактам. На какую сумму удалось погасить эти задолженности, благодаря реагированию прокурорскому? Ну, скажем, за минувший год, за 2023, возможно, за период 2024 года? Да, действительно, работа прокуратуры была построена на поддержке, это их предприниматели поступили обращения, мы установили наличие задолженности. По 2023 году у нас была погашена задолженность перед предпринимателями на общую сумму 545 тысяч рублей. И при активизации работы в текущем периоде 2024 года уже на 745 тысяч рублей была погашена. Вот за истекший период 2024 года, соответственно, предприниматели получили свои денежные средства. А еще долги сохраняются, еще есть что возвращать? Задолженность текущая, она отсутствует, и просроченная тоже отсутствует. Мы очень активно мониторим систему ЕИС, где, как правило, больше процентов выявляемости правонарушений. Давайте разберемся, как возникает такая задолженность по контракту. Задолженность, как правило, возникает в связи с низкой платежной дисциплиной. Соответственно, при получении информации о нарушении мы принимаем меры реагирования и успешно боремся с этим. А вот скажите, где установлен срок оплаты товара, услуг, работ каких-то? Как правило, срок предусматривается контрактом, который также размещается в системе ЕИС. Ну и прямо предусмотрен в 44-м федеральном законе, статье 34-й. И он предусмотрен, безусловно, в контракте. В контракте? Да. Ну, могу предположить, что у предпринимателей, значит, есть возможность себя как-то обезопасить еще на стадии подписания контракта, да? Да, конечно. На что надо обратить внимание, подписывая этот документ? Ну, обращается внимание на содержание договора, графика выполнения работ, а также совместного, путем совместных переговоров при заключении контракта. Во всяком случае, это все должно прописано быть. И предприниматель, так скажем, должен понимать, на что он идет. Потому что это работает как вот закон. Да, безусловно, это так. Вы говорите о том, что предусмотрена ответственность за нарушение в этой сфере. Какая? Да, предусмотрена административная ответственность по статье 7.32.5. Это нарушение сроков оплаты контракта, где предусматривается санкция статьи наказания в виде штрафа. Ну, если, так скажем, незначительно были нарушены права, могут ограничиться предупреждением, да. И насколько эффективно работает это предупреждение? Повторяются потом задержки или устраняются, наоборот? Как правило, лицо, привлекаемое единожды, оно старается не допускать подобных нарушений впредь. Мы очень активно за этим потом в любом случае контролируем. А по каким причинам нарушения происходят? Это саботаж, халатность или... Ну, саботаж, халатность — это немножко громкие слова. Да, хорошо. Здесь мы говорим о том, что низкая платежная дисциплина, то есть несоверимность перечисления денежных средств, из-за этого и образуется задолженность. Не секрет, что предприниматели нечасто обращаются в прокуратуру с жалобами на ущемление своих прав. Вот как вы считаете, почему? Или, возможно, сейчас наблюдается уже какая-то иная тенденция? Активно, я так скажу, предприниматели обращаются в прокуратуру района, в том числе и за поддержкой, в принципе, за разъяснением прав предпринимателей. Если говорить про 2023 год, к нам обратилось 4 предпринимателя, которым была оказана в том числе консультативная помощь. В истекшем периоде у нас обратилось 5 предпринимателей, соответственно, их обращения были отработаны и приняты меры. Вот вы немного начали рассказывать об источниках информации. Расскажите еще, откуда черпаете основную информацию о нарушениях в рассматриваемой нами сфере? Если говорить про выявление нарушений, это, как правило, система ИИС, там, где размещаются абсолютно все контракты, мониторинг. Часть информации может подходить от непосредственного обращения в прокуратуру района, ну и путем взаимодействия с иными органами. А могут ли хозяйствующие субъекты оспорить в органах прокуратуры незаконные, ну, на их взгляд, незаконные положения нормативных правовых актов? Если да, может, пример какой-то приведете, о каких актах может идти речь, и как это вообще сделать? Да, оспорить можно. За текущий период прокуратура района было выявлено 6 нормативных правовых актов, противоречивших законодательству. Они были протестованы, прокуратура района до уршения устранены, нормативные правы актов приведены в соответствие. Осуществляя надзор в обозначенной сфере, с какими контролирующими органами приходится сотрудничать в прокуратуре? Если говорить про уровень района, то, соответственно, наш контролирующий орган является администрацией Ленинского района. Соответственно, мы с ней взаимодействуем как с контролирующим органом под надзорной прокуратурой Ленинского района. А вот в каждом регионе есть уполномоченные по правам предпринимателей, да? У нас в Самаре, соответственно, тоже. Как тесно сотрудничает с ним прокуратура, в том числе Ленинского района? Как правило, взаимодействие происходит при направлении нам той или иной информации, по которой прокуратура района организовывается проверки. Ну, это полезное взаимодействие? Чаще всего да. Насколько я знаю, органы прокуратуры могут осуществлять взаимодействие и с подразделениями Банка России. Вот как это происходит, расскажите, и вообще с какой целью это все задумано? Обращений в прокуратуру таких не поступало. Вместе с тем, при изучении каких-либо документов мы информацию в банки направляем. Ну, и в случае выявления о каких-то нарушениях программы льготного кредитования прокуратура, конечно, может вмешаться и помочь предпринимателю своими правами воспользоваться в полной мере. Конечно. Ну, я думаю, следует сказать и о других существующих мерах поддержки. Я знаю, что прокурорами также пресекаются факты неисполнения требований федерального закона о развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации. Вот на что могут рассчитывать предприниматели согласно этому закону? Цитировать закон я не буду, но да, действительно такая поддержка существует. Ну, конечно, закон просто вышел еще в 2007 году. Его могут предприниматели прочитать, и, наверное, многие уже знакомы с этим документом. Речь идет и о выделении бюджетных средств, субсидий, и о преимущественном праве на выкуп арендуемого недвижимого имущества, и, по-моему, ряд других субсидий там и льгот предусмотрен. То есть есть смысл изучить этот документ и пользоваться своими правами предпринимателям. В связи с проведением СВО в 2022 году вышло специальное распоряжение правительства Российской Федерации, оно касается предпринимателей, призванных на службу в рамках частичной мобилизации. Вот об этом несколько слов скажите, пожалуйста. Да, действительно, предусмотрена. Тема важна и нужна для текущей ситуации. Соответственно, такие меры поддержки имеются, и люди обращаются за этим. Вместе с тем, по территории Ленинского района призванных предпринимателей у нас, увы, нет. Соответственно, мы помощи здесь не оказывали. Ну, очень важно знать, что существует такая мера поддержки. Да, конечно. Вот на этом просто сегодня я бы хотела... Общество государства это поддерживает. Да, сделать акцент. Ну, наверное, каждый предприниматель все-таки должен знать, как по закону должны проходить проверки. И плановые, и неплановые. Какой документ вообще регламентирует их проведение, эти проверки? В настоящую, на текущую дату все внеплановые и плановые проверки ограничены 336-м постановлением правительства. Соответственно, проверка внеплановая может производиться только лишь при наличии угрозы жизни, угрозы техногенного характера. Соответственно, и указанные проверки, они согласуются с органами прокуратуры. Ну, и, как правило, извещают о проведении проверки путем направления уведомлений. И, как правило, не как правило, а в единой государственной системе размещается информация о проведенной проверке. Соответственно, просто так пришли и сказали, в настоящее время проверка, это будет являться незаконным. То есть, сначала предупреждают к этой проверке, предприниматель имеет возможность как-то подготовиться? Ну, конечно. Ну, в течение года какое количество максимально может быть таких проверок? Или нет таких ограничений? По основанию, по количеству различных может быть основания. Но, как правило, их не так часто сейчас проверяют, поскольку все идет через прокуратуру и через согласование. К слову, какие органы относятся к числу тех, кто контролирует субъектов предпринимательской деятельности? Ну, если говорить про уровень районный, у нас администрация Ленинского района, она выступает в качестве контролера. Плагоустройство и земконтроль. Ну, а если выйти за масштабы района? Контролирующая организация – это Роспотребнадзор. Это у нас… Пожарная охрана, наверное, обязательно. Пожарная охрана, конечно, безусловно, это так. Санэпидстанция, возможно, да? Роспотребнадзор, санэпидстанция, является структуровым подразделением. В том числе МВД, они выходят с проверками. Кто у нас еще? Ну, и все. Ну, возможно, и органы прокуратуры? Органы прокуратуры, безусловно, при наличии оснований будут проводить проверку. Не распространяется у нас постановление правительства, соответственно, при нарушении изгонодательства и при наличии угроз жизни, органы прокуратуры выходят на проверку и проводят проверку в соответствии с организационными распорядительными документами прокуратур-субъекта. А чья-либо жалоба на конкретного предпринимателя может инициировать проверку? Мы разбираемся в вопросе. Это не будет являться основанием для проведения конкретной проверки. Но если там будет содержаться информация о нарушении действительно федерального законодательства, мы это без внимания не оставим. Соответственно, по каждому поступившему обращению мы проводим проверки, разбираемся в ситуации, оцениваем все за и против и принимаем решение. О принятии реагирования, либо об отказе удовлетворения того или иного обращения. Вот опираясь на вашу практику, какие нарушения допускают органы контроля при проведении проверок? И много ли таких вообще нарушений? Да, контролирующие органы допускают нарушения. Мы активно с этим боремся. Это внесение в информационную систему соответствующих сведений, сроки размещения этих информаций. За нарушение и неисполнение требований предусмотрена ответственность по статье 19.6.1. Как правило, мы ее реализовали в 2023 году и продолжим активно применять в последующем, уже в текущем году. Так, нарушения наиболее частотные заключаются в том, что вовремя не размещают сведения, да? Информацию о проверке в том числе. Да. То есть вот в основном такие? Да, это есть. Ну вот все-таки, если нарушают права предпринимателя, и он решил обратиться за защитой в органы прокуратуры, что ему необходимо сделать? Ну, безусловно, предоставить информацию о нарушении его права, соответствующие документы, подтверждающие это. Ну, для того, чтобы мы, соответственно, разобрались и приняли решение о проведении проверки и принятии мер по защите его права. Кроме того, у нас активные предприниматели могут обращаться и самостоятельно за защитой своих прав путем направления искового заявления в арбитражный суд и взыскании суммы долга плюс неустойка. Если предприниматель решил обратиться в прокуратуру, в какой форме может быть это обращение? В первую очередь, это личный прием прокурора, который, как правило, проводится еженедельно, в том числе в выходные и праздничные дни. Мы готовы выслушать предпринимателя. В том числе работает горячая линия прокуратуры Самарской области. В том числе у нас проводятся тематические приемы с выходом на место, это в администрации Ленинского района, как правило, в отделе судебных приставов. Кроме того, предприниматель также может обратиться путем использования системы государственных услуг, где его обращение также будет зарегистрировано, что упростит его, так скажем, ввиду занятости его. Если существуют сложности обратиться лично на прием, то можно направить информацию в прокуратуру через сайт госуслуги. Он в настоящее время доступен и понятен для взаимодействия. А в какие сроки ответ придет? Обращение будет рассмотрено общий срок по 59-му федеральному закону, который также распространяется в нас. И ведомственные инструкции по делу производства составляет 30 дней при принятии решения о перенаправлении. Если это не будет входить в компетенцию прокурора, обращение будет перенаправлено в течение 7 дней. Соответственно, если при получении, в том числе и ответа путем использования сайта государственных услуг, что-то будет непонятно, безусловно, мы готовы оказать помощь предпринимателю путем разъяснения и применения права в конкретно сложившейся ситуации. Соответственно, на одной из активнейших тем, вот я, как уже и говорил, это личный прием, где мы проникаемся, так скажем, слушаем граждан, конкретных предпринимателей, о их наличии проблемы, и в том числе путем переговоров и, так скажем, апеллирования нормам права мы, как правило, приходим к тому единому знаменателю. К решению вопроса уже, собственно говоря. Может быть, это и быстрее, да, и не надо ждать вопрос-ответ. Вот пришел, сразу поговорил, и на месте, может быть, уже и решили. Ну, если мы на месте решить не можем, безусловно, когда потребуется получение и поступление к нам информации из иных источников, мы, безусловно, примем обращение, истребуем информацию, и в последующем проведем в том числе и тематическое оперативное совещание при прокуроре района. Мы, как правило, это реализовываем, где, так скажем, высказываются все стороны, и мы приходим к единому знаменателю с целью безусловного восстановления нарушенного права. Да, спасибо. Я поняла, что, конечно, профилактические меры, они всегда эффективны, и все-таки хотелось бы еще сделать акцент на мерах ответственности, предусмотренных за несвоевременную оплату работ по контракту, за, возможно, неправильное проведение проверок контролирующими органами. Давайте об этом еще поговорим с вами. Да, безусловно, конечно, следует обратить на это внимание, и это в том числе выступит, так скажем, в правовое просвещение лиц именно заказчиков. Мы говорим о том, что действительно не оплата по контракту. Мы же понимаем, что при заключении контракта предприниматели планируют свою деятельность, в том числе планируют выплату по каким-либо кредитным обязательствам, в том числе оплаты заработной платы фонда и иных отчислений, которые прямо предусмотрены федеральным законом. И здесь, безусловно, вынесение административного составления, постановления административного правонарушения, оно, безусловно, влияет. Мы, так скажем, фиксируем это правонарушение составлением указанного акта. Но при этом в паре, так скажем, с этой ответственностью идет и также представление прокурора, которое направлено конкретно на совершение тех или иных действий, а именно погашение задолженности. И в этом представлении, как правило, это акт прокурорского реагирования, он направлен на проведение, чтобы разобрался заказчик в проблеме. И в том числе, если есть проблема в конкретном человеке, указанный человек, безусловно, будет приучен к дисциплинарной ответственности. Мы тоже об этом... А много, кстати, таких людей привлечено к дисциплинарной ответственности? По каждому представлению прокурора, как правило, работодатель, опять, это его право, безусловно, рассмотреть, разобраться в ситуации, привлечение к дисциплинарной ответственности. Мы устанавливаем причины, по которым, так скажем, случилось это нарушение. Соответственно, сам работодатель, он принимает решение об ответственности своего работника. Но, как правило, при погружении принимается наша сторона, и, безусловно, работодатель принимает решение приучения к дисциплинарной ответственности. Тут ведь проблема в том, что если предприниматель вовремя не выплатит заработную плату своим работникам, он тоже может быть привлечен к ответственности, потому что те же органы прокуратуры за этим всегда следят. Безусловно, это так. Мы активно следим, в том числе, за двумя сторонами, так скажем. Соответственно, если не выплачивается заработная плата, мы принимаем меры региона, опять же, погружившись и разобравшись ситуацией. А бывает, когда вот эти вот задержки выплат по контрактным работам происходит не по вине конкретного лица, а по неправильному, может быть, формированию бюджета и нехватке бюджетных средств для оплаты соответствующего контракта? Ну, здесь планирование высказывать оценочную деятельность неприемлемо, но, как правило, это нарушение именно платежной дисциплины, поскольку при разборе, так скажем, с конкретной ситуацией возникает вопрос о том, что несовременно кто-либо по каким-либо независимым от них причинам отсутствовал на рабочем месте. Соответственно, мы разбираемся. Вот как раз-таки я и говорил ранее о том, что мы разбираемся в вопросе. В конкретных ситуациях. В конкретных ситуациях. Даем оценку действиям всем, так скажем, участникам указного права отношения. Создавшейся ситуации. Ну, вот сейчас у вас есть возможность обратиться и к той стороне, и к другой стороне, да, и к предпринимателям, и, может быть, недобросовестным заказчикам-партнерам предпринимателей. Что бы вы хотели им сказать? Безусловно, хотелось бы обратить внимание на то, что ответственность в любом случае, она предусмотрена прямо законодательством. Но прежде всего это наличие делового взаимоотношения, выстраивания и планирования своей работы. Соответственно, непринятие меры по своевременному погашению, это в любом случае негативно сказывается на всей, так скажем, нашей взаиморасчетах, что, соответственно, негативно может отразиться на конкретном человеке. Соответственно, мы должны уважать друг друга, соблюдая прямо оговоренные контрактом сроки, время. И быть внимательными, когда эти документы подписываются. Таким образом себя обезопасить максимально на этом этапе. И наше эфирное время подошло к концу. Денис Александрович, я благодарю вас за разъяснение. Я напомню, сегодня гостем в студии был заместитель прокурора Ленинского района города Самары Денис Рец. Всего доброго, берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова